Привет-привет, добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые, меня зовут Анетта, и сегодняшнее видео нетипичное для моего канала, я надеюсь, вам хорошо слышно, по причине того, что я не использую внешний микрофон, потому что я буду его упаковать с собой. Как вы можете видеть, у меня здесь чемодан, и приглашаю вас собирать со мной чемодан в поездку на 10-11 дней, и обычно во все путешествия до двух недель я беру только ручную кладь, но в этот раз мне нужно будет перевезти компьютер, который я дам маме, компьютер, которым я уже не пользуюсь, я повезу свой компьютер. В общем, мне нужно будет взять часть вещей, которые я продала в своем онлайн-магазине, и почта закрылась, я не успеваю завтра отправить их, поэтому буду отправлять их из Турции. Так что будет интересно, собрала косметику, покажу, что с собой беру из косметики, кистей, принадлежностей, почему мне, собственно, нужно так много всего. Хотя я не знаю, много это или мало. В общем, я сегодня на домашнем, надеюсь, вам понравится. Честно, понятия не имею, чем я забью целый чемодан огромный. Давайте я вот так вас немного опущу, и начнем, наверное, с одежды, которую я отправлю покупателям. Так, теперь, что я возьму из одежды для себя? Особо складывать я стараться не буду в этот раз, потому что это не видео, как я рекомендую упаковать чемодан, потому что это... потому что у меня рейс через 8 часов, а я еще не спала. Поэтому сейчас я просто все хаотично пихаю, мне не нужно экономить место, почему у меня какая-то звездочка в чемодане. Пижамная футболка, платье, две обычные белые футболки, одна кроп, другая нормальной длины. Блузка без уковов, длинное платье в пол. И три пары шорт. Шелковые от Патриция Пеппа, белые хлопковые и коротенькие пляжные. Хлопковые черные штаны с тоненькими лампасами. Моя любимая золотая блузка винтажная от Келлерман. Блузка в подарок бабушке. Пара спортивной одежды, потому что я планирую не только есть, но и заниматься спортом. И мое любимое платье. А также пояс, шарф. Все в одном, вы знаете, мало ли что мне пригодится с этим сделать. Из обоих возьму, как это называется, сандалии серебристые и свои босоножки от United Newt, потому что они очень удобные. И также поеду я в кроссовках, и в них же буду заниматься спортом, и в них же там лазить где-нибудь. И у меня такая политика, что если что-то надо будет, докуплю. Лапток маме. А, ну и поеду я, наверное, в своем джемпере от And Other Stories. И возьму с собой еще свою любимую ветровку от Michael Kors. На случай, если будет холодно. Вручную кладь я решила взять свою большую сумку от Calvin Klein, потому что туда влезет мой ноутбук. И все-все-все. Также купальник. Косметичка. Что у меня в косметичке? Если вы смотрели видео про мою мастхел путешествие, вы знакомы вот с этой штукой. Кейс для кистей от Real Techniques, который можно сложить вот так. Затянуть это будет подставка. Можно сложить вот так. И это будет кейс. Дальше. Я взяла палетку от Revolution, потому что здесь есть абсолютно все цвета на все случаи жизни. Темные, светлые. В общем, все как надо. Палетку от Lancome, которую я отдам маме. Еще одну палетку в подарок маме. Тон от Maybelline Superstay 24 часа. Мини-помадки. Два в одном от Colourpop. Во всех оттенках. От самых светлых до самых темных. Где в одном конце помада, а в другом карандаш. Очень удобно для путешествия. Две туши. Одна от Kika, вторая от Essence. Фиксирующий спрей. Пудра от Essence Beauty. Дорожный Travel Parfum. Дезодорант в форме кристалла. И вот это вот то, что выглядит как тест на беременность. Это тестер для воды. Я о нем рассказывала. Я не шутила, что я буду путешествовать с ним, чтобы знать качество воды, которую я буду пить. Место, как видите, почти не занимает. И все это в косметичке от Dona Karan. Сюда можно вместить слона. Дальше у меня кейс с моим стабилизатором. Мне не нужен будет переходник для телефона, потому что я не буду его использовать с телефоном. Возьму крепление для GoPro на всякий случай, потому что я беру с собой GoPro свою. Все готово. Если вам интересно, что у меня за стабилизатор, я могу ссылку на него оставить тоже внизу. Мой макбук. От него же зарядка поедет в том же кейсе. Жесткий диск внешний, на котором я буду хранить видео во время поездки. Так, убираю сюда макбук и стабилизатор. О боже, это уже весит, как слон. Теперь один телефон, второй телефон. От них же зарядки. Зарядка от GoPro. Зарядка от спортивных часов. Микрофон. Кейс в виде макарона с SD-карточками. Переносной ринг-лайт. Который почему-то пищит, не знаю почему. Это бесит, но вдруг будет плохое освещение. Так, это у меня вот один кейс для этих технических принадлежностей. Второй кейс у меня для паспорта, который я сразу кладу в сумку. Теперь аккумуляторы для камеры. Зарядка для аккумуляторов для камеры. Вот так вот быть блогером, только 10 килограмм одной техники. Переходник для микрофона на случай, если буду снимать, например, на телефон с микрофоном. Посмотрим наушники. Еще одна мини-зарядка для айфона. Потом мой блокнот и ручка, чтобы записывать идеи для видео, планирования и все вот это. Также пакеты, в которых я буду отправлять одежду своим покупателям. 100 турецких лир, которые остались у меня с прошлой поездки. Я даже понятия не имею, действенные они или нет сейчас на данный момент в Турции. Посмотрим. Две пары солнцезащитных очков. Косметика, которую надо будет предъявить на контроле безопасности. Бип-антен обязательно, без него я никуда не езжу. Кошелек с деньгами и картами. И напоследок жестяная коробочка с всеми таблетками, медицинскими принадлежностями. Кучей пластырев и так далее и тому подобное. У меня абсолютно пустой чемодан. Все-таки, я думаю, надо перекладывать это все в ручную кладь. Потому что нечего мне сложить в этот огромный чемодан. В общем, ладно. Я думаю, сейчас я переложу это все в ручную кладь. Мой небольшой чемоданчик. Надеюсь, это было не совсем бесполезное видео. Вам было весело собирать чемодан вместе со мной. Это видео, скорее всего, я буду монтировать либо в самолете, либо в аэропорту. Надеюсь, вам было развлекательно и интересно. А мы с вами едем совсем скоро в следующем видео. Не забывайте подписываться, чтобы увидеть, куда я именно полетела. И влоги оттуда, и всякие красивые синематографичные штуки. Пишите свои запросы, что вам хочется увидеть в комментариях. Я вас очень люблю. Пока.